Как поднять больше бабла? День второй. У меня для тебя очень хорошие новости. Если ты не особо дружишь с мессенджером фейсбука, то в моей группе Павел Позняков Простукивание ВКонтактике, в уютном контактике, ты можешь в чате, если ты подписан в эту группу, написать в личных сообщениях больше бабла и включится автоматическая рассылка этого второго марафона, и тогда в мессенджере ты можешь не подписываться. Если ты подписан в мессенджере и ты видишь, что у тебя в ВКонтакте идет та же самая рассылка, ты можешь в мессенджере написать слово «стоп», отписаться в мессенджере и продолжить ВКонтакте, если тебе так удобно. Если ты в уютном контактике, в паблике, в личных сообщениях, мне напишешь больше бабла и ничего не произойдет, тогда попробуй отписаться от моего паблика ВКонтакте и потом снова подписаться. Может быть, связано с этим, что ты очень давно подписан, и вот этот робот, который рассылает сообщения, он тебя не опознал. Сегодня мы продолжаем. И для тех, кто вновь прибыл, так сказать, кто только знакомится с AFT, я бы хотел рассказать базовый шаблон простукивания. Я предупреждал, что в первом дне может скрыться много негатива, поэтому я и говорил, что не простукивай, если ты только-только начинаешь простукивать, ты знаком с AFT буквально несколько дней, не простукивай этот раунд много раз, чтобы понаблюдать за своим состоянием, как оно меняется. AFT очень мощная техника, буквально за несколько минут может поменяться твое эмоциональное состояние и не всегда в лучшую сторону, потому что AFT похоже на снятие слоев с луковицей, может скрыться какой-то более мощный негатив, и пока что, если ты еще пока не знаком с базовым шаблоном AFT, ты можешь не знать просто, что с этим делать, с тем, что ты вдруг впал в негативное состояние. Сейчас я покажу тебе, что делать в этом случае. В любом случае, для начала, если ты только начинаешь знакомиться с AFT, не перерабатывай, не проходи много раундов в день, буквально раз-два и пока что достаточно. Если ты знаешь, что такое базовый шаблон, если ты давно уже простукиваешь, то тут уже как бы все на твое усмотрение, работай с этими видео столько раз и так много, как тебе ощущается нужным, как тебе нравится. Итак, базовый шаблон. Возможно, что после вчерашнего дня у тебя вскрылся негатив, конкретные негативные эмоции, может быть, вспоминаются какие-то новые ситуации, всплывают в памяти, то есть что-то, о чем ты сознательно забыл, но в подсознании это продолжает сидеть. Если бы ты проработал этот эпизод, то ты бы мог легко об этом вспомнить, но это бы не вызвало у тебя никакой мощной негативной реакции. Про негативные реакции мы будем дальше говорить. И я уже начал говорить, почему мы держим этот негатив в себе. Потому что часть нас считает, что с помощью этого негатива мы сможем удовлетворить какие-то свои потребности и нужды, и нам нужен этот негатив. Только поэтому мы держимся за него. Хотя и на самом деле, если его отпустить, и из хорошего состояния решать те же вопросы, они решаются лучше. Итак, ты держишься за негатив, и, допустим, у тебя всплыла сильная обида. Ты простучал раунд, ты испытываешь мощные негативные эмоции. Ты можешь либо еще раз пройти раунд, потом еще раз пройти, еще раз пройти, и тогда эти эмоции вытряхиваются. Любые негативные состояния, которые возникают после прохождения раунда один раз или два раза, они же потом, после прохождения того же самого видео, того же самого раунда, они вытряхиваются, и ты в любом случае выходишь в положительное, хорошее состояние. Но, допустим, у тебя просто есть негатив, ты хочешь освободиться от него. Базовый шаблон заключается в том, что ты простукиваешь сначала по ребру ладони и три раза повторяешь, даже несмотря на этот негатив, то есть озвучиваешь это состояние, эту эмоцию или какое-то убеждение. Ты говоришь, я все равно глубоко и полностью люблю и принимаю себя. Так три раза. И потом ты проходишь по всем точкам, озвучивая это убеждение или это эмоциональное состояние. Очень рекомендую работать с эмоциональным состоянием именно. Допустим, у тебя всплыла очень сильная обида на кого-то, от кого ты зависел или зависела в возрасте, не знаю, трех лет, и до сих пор этот негатив тянется. Допустим, у тебя всплыла эта обида, и сейчас мы будем прорабатывать эту обиду. Сначала измерь обиду по шкале от 0 до 10, насколько она сильная. Допустим, она на 7. И простукиваю по ребру ладони. Хотя я чувствую всю эту обиду, я все равно глубоко и полностью люблю и принимаю себя. Если ты сейчас испытываешь какую-то другую боль, может быть, злость, осуждение, вину, стыд, подавленность, страх, униженность, злость, печаль, тоску, то называй эту эмоцию. А я буду говорить обида. Хотя я еще испытываю эту обиду, я все равно глубоко и полностью люблю и принимаю себя. Хотя я чувствую эту обиду, я все равно глубоко и полностью люблю и принимаю себя. Дальше мы проходим по точкам, начиная с макушки. Начинать можно с разных точек, но я предлагаю начинать всегда в таком шаблоне по макушке. Вся эта моя обида. Поначалу брови вся эта моя обида. Край глаза вся эта обида. Под глазом вся эта обида. Под носом вся эта обида. Подбородок вся эта обида. Включиться вся эта обида. Под рукой вся эта обида. Итак, мы прошли один раз по базовым точкам, с помощью базового шаблона. Снова измерь от 0 до 10, насколько ты сейчас испытываешь обиду. Может быть это уже 3. Если она еще есть, соответственно, продолжай еще раз, проходи еще раз круг. Вся эта обида. Поначалу брови вся эта обида. По краю глаза вся эта моя обида. Под глазом вся эта обида. Под носом вся эта обида. Подбородок вся эта обида. Включиться вся эта обида. Под рукой вся эта обида. Снова измерь свое состояние. Если это 0, то можешь, в принципе, расслабиться и наслаждаться. Вот с помощью базового шаблона ты освободилась или освободился от определенного негатива, который у тебя всплыл в результате простукивания. Либо просто он уже у тебя повторяется на протяжении длительного времени. Если у тебя ушла обида и появилась грусть, то, соответственно, точно так же сначала по ребру ладони. Хотя я чувствую всю эту грусть, я принимаю себя глубоко и полностью три раза по ребру ладони. Потом опять по точкам. И так, пока ты не выйдешь, не вычистишь все эти эмоциональные состояния, все эти трансы, в которые ты себя погрузил, начиная с какого-то определенного момента. Это есть базовое простукивание и с помощью вот такого вот метода ты можешь самостоятельно освобождаться от негатива. И сейчас ты сделался или сделалась более подготовленной к работе с этими раундами, которые будут вскрывать материал, будут копать достаточно глубоко. И если ты чувствуешь, что ты не хочешь проходить много раз один и тот же раунд, чтобы проработать его, выйти с помощью самого раунда, с помощью видео со мной вместе в хорошее состояние, ты можешь экстренно простучать, отпустить негатив, вот эту боль. И, собственно, в этом и смысл был раунда в том, чтобы достать это все. Потом ты можешь либо самостоятельно, либо просто проходить раунд еще раз, несколько раз. Завтра я тебе расскажу еще один способ, как не с помощью отпускания негатива простукивать и выходить в хорошее состояние, исцеляться, а с помощью добавления, открывания себя к энергии, к определенной. Но это будет завтра. Сегодня у нас и так очень широкая, мощная тема, которую мне нужно тебе рассказать. И да, еще хочу сказать, что когда ты простукиваешь, прорабатываешь, возьми на себя ответственность за свое эмоциональное состояние. Это то, что мы делаем, то есть берем на себя ответственность за свое эмоциональное состояние, берем на себя ответственность за те трансы эмоциональные, в которых мы находимся, чтобы вытащить себя из них, чтобы освободиться от них. И это может означать в том числе, чтобы ты не перерабатываешься, если ты в начале пути, что ты буквально несколько дней знаешь про ифти, если ты еще не проходил или не проходила рассылку с Брэдом Йейтсом, мало знакомы вообще в принципе с техникой. Пожалуйста, не перерабатывайся, чтобы просто понаблюдать за собой, понаблюдать, насколько мощно эта техника работает. И постепенно увеличивай нагрузку. То есть это тоже ответственный подход по отношению к себе и к своему эмоциональному состоянию. Продолжай простукивать, не перерабатывайся, постепенно ты познакомишься с ифти и начнешь ориентироваться в том, как работать с этим видео в твоем случае. Теперь непосредственно я перехожу к диалогу в комментариях с людьми, которые написали ответы, свои отчеты по поводу первого дня. Многие люди пишут про свое, называют это «моё сильное желание», но по сути говорят про «моя сильная зависимость». И это именно то, с чем мы будем работать. Потому что вот этот ребенковый детский принцип исполнения своих желаний, вот это состояние ребенка, оно выражается через три момента. Быть в центре внимания, во-первых, кого-то, от кого ты зависишь. Второе – фигачить негатив. И третье – ты зависишь от этого человека. Ты зависишь от того, что он тебе скажет или не скажет. Ты зависишь от того, как он на тебя отреагирует. Ты зависишь от того, что он сделает или не сделает. Ты зависишь от того, есть у него что-то, что ты можешь, хочешь получить именно от него или у него нет этого. то есть вот когда человек говорит я хочу чтобы как какому-то моменту был там продан мой дом или я хочу чтобы вот так было мне будет хорошо а если будет не так то мне будет плохо это есть зависимость или например все эти истории про то что кто-то добивает ты добиваешься внимания кого-то парня либо девушки ты как бы зависишь от его энергии к тебе это состояние ребенка и из этого состояния нужно переключиться от зависимости от него переключиться в отношении к потому что про отношение к я много говорю и я сейчас еще раз расшифрую потому что именно отношение к является двигателем исполняющим желание по взрослому когда ты хорошо относишься к себе хорошо относишься к маме папе братьям сестрам дедушкам бабушкам потому что это тоже отношение к себе потому что ты наполовину состоишь из мамы наполовину из папы твои братья сестры это тот же какой-то другой микс тех же самых генов отношение к бабушке и дедушке скорее всего ты просто тупо скопировал с мамы с папы и И относишься к ним точно так же, как твой папа относится к своему папе и к своей маме. Ты точно так же копировал отношения папы к дедушке, к бабушке. Или очень много, когда мы прорабатываем маму, тоже мы очень много берем. Вот просто по-тупому берем, вот как мама относится к ним, ко всем. Вот так же я буду относиться. И вот это отношение, оно в итоге создает твою вселенную. И если ты относишься так же, как мама относится к ним, то ты создаешь вокруг себя такую же вселенную, как создает мама вокруг себя. Нам нужно осознать это, что нам нужна независимость от кого-то, кто может что-то дать. А нам нужно переключиться в отношение к. И чем лучше, больше, мощнее, качественнее будет вот это отношение к, тем больше будет твоя желанная вселенная, и тем больше она будет заботиться о тебе, исполнять твои желания. Но пока что, что мы имеем, так это зависимость и боль, связанную с этой зависимостью. И попытки, может быть, быть побольше в центре внимания кого-то, кто может исполнить твои желания. Вот оно это состояние, вот он этот ребенок, вот он этот детский отпечаток, детский след. Пытаться быть в центре внимания, страх потерять внимание, страх остаться без внимания, фигачить негатив из-за своей зависимости. И мы сегодня будем прорабатывать эту зависимость, чтобы уже называть все своими именами. Обычно человек, люди, которые пишут в комментариях, пишут «я хочу», но звучит, подразумевается зависимость. А на самом деле, что нам нужно сделать, это осознать, что и в марафоне, на практике это будет видно, что чем лучше ты улучшаешь свое, делаешь более хорошим отношение к папе, братьям, дедушкам, дядям и так далее, то есть к мужской, отношение к мужской половине себя, чем лучше ты его делаешь, тем лучше исполняются твои финансовые цели. Опять же, вот эта продажа дома, там, решить вопросы с кредитами, долгами, на самом деле решаются не через зависимость, а через отношение к близким мужчинам. Духовный рост, передвижение, мотивация, ведение своих целей, это все проявляется как следствие отношения к мужчинам. И если ты сам мужчина, то к себе в первую очередь. И улучшение в личной жизни, состоянии своего тела, здоровья – это следствие отношения к себе, если ты женщина, к маме, сестре, тетям, бабушкам и так далее. Опять же, дочери, сыновья тоже отношения к ним, как отношения к себе. И чем больше ты переключаешься из зависимости к отношению к, тем меньше у тебя остается вот этих каких-то незакрытых моментов, болезненных моментов. Итак, зависимость. Представь свое эмоциональное тело. Может быть, ты можешь представить, если тебе близко понятие чакр, как представь свою вторую чакру, как такой оранжевый шар или как-то еще. Или можешь представить себя в виде просто как свое эмоциональное тело, как бы оно тебе ни представлялось. Либо вот этого ребенка, вот этот вот внутренний ребенок. И насколько много там вот таких вот татуировок эмоциональных, историй и негативных эмоций, связанных с чем-то, что у тебя случилось. И ты испытываешь боль от того, что ты зависишь от кого-то, кто тебе сделал плохо. Это может быть кто-то из близких, может быть, кто-то из просто людей, кто к тебе повстречался. Может быть, это вот как раз-таки молодой человек, либо там девушка, либо кто-то еще, кто как-то с тобой не очень поступил. Или кто-то, кто вмешался, помешал. Потому что это тоже истории про зависимости. Почему плохое отношение кого-то к тебе может реально тебе навредить? Ведь это же есть зависимость. Почему он вообще способен? Может. Почему вообще кто-то может сделать тебе плохо, если он хочет тебе сделать плохо? Почему у него это получается? В принципе, может. Почему это вообще? Потому что зависимость. И именно когда ты освобождаешься от зависимости, тогда вся вселенная заботится о тебе так, что даже если кто-то хочет тебе навредить, у него не получается. Представь этот шар или свое эмоциональное тело, или себя в виде ребенка. Представь этого ребенка. Насколько много там вот этих татуировок, историй, ощущений, насколько чистым ощущается вот это твое эмоциональное тело, насколько оно сияющее, мощное, излучающее. Выбери что-то одно. Выбери какую-то одну зависимость от кого-то, боль от кого-то. Какую-то одну, скажем так, татуировку на этом твоем эмоциональном теле. Измерь ее яркость, интенсивность, боль, силу, может быть, впечатанность от нуля до десяти. Десять – это очень сильная, яркая, впечатанная татуировка, которая как событие вокруг тебя все время повторяется. Как только ты идешь в ситуацию, например, в ситуацию с зарабатыванием денег, или в ситуацию в личной жизни, чтобы начать с кем-то встречаться, опять эта татуировка, эта история повторяется. Насколько сильно, нуля до десяти, она повторяется. Десять – очень сильно, максимально, стопроцентно, ноль никак, она полностью рассеивается. Когда ты будешь снова проходить раунд, ты опять вернешься к этому вопросу и измеришь. Напиши, пожалуйста, в комментариях, насколько сильная история, ситуация, боль сейчас. И потом, когда ты будешь снова проходить этот раунд, снова напиши. Положи руки сюда. Сделал несколько глубоких вдохов-выдохов. Сейчас мы будем работать с этой историей-зависимостью. Растукиваю по ребру ладони. Хотя я еще завишу от исполнения какого-то желания. И зависимость мешает мне относиться к себе хорошо. Я все равно глубоко и полностью люблю и принимаю себя. Хотя я еще завишу от исполнения какого-то желания. И зависимость мешает мне относиться к себе хорошо. Я все равно глубоко и полностью люблю и ценю себя. Хотя я еще завишу от исполнения какого-то желания. И зависимость мешает мне относиться к себе хорошо. И, похоже, вот она, эта зависимость. Вот она, эта повторяющаяся ситуация. Что от кого-то я завишу. Мое желание исполняется по-старому. По-старому повторяющемуся шаблону. Я чувствую всю эту боль. Снова и снова. Боль зависящего ребенка. И сейчас выбираю ее отпустить. Чтобы относиться к себе лучше и лучше. Я освобождаюсь от этой боли. И хотя я еще завишу от исполнения какого-то желания. И зависимость мешает мне относиться к себе хорошо. Я все равно глубоко и полностью люблю и прощаю, и принимаю себя. И всех, кто с этим связан. Поначалу брови. Под глазом весь этот страх, что зависимость повторится. Под носом вся эта боль. Под бродок вся эта обида. Чится вся эта злость и негодование. Под рукой вся эта ненависть и обида. Макушка. Весь этот стыд и чувство вины. Вся эта униженность. Потому что вот он я. Под глазом в каком-то негативном состоянии. Под носом я завишу. Под бородок я фигачу негатив. Чится я пытаюсь быть в центре внимания. Под рукой вот он я. Макушка. И вот она эта татуировка. Сначала брови на моем эмоциональном теле. Под глазом мне нужно фигачить негатив. Под глазом потому что кажется я зависел. Под носом от кого-то зависел. Под бродок вот он этот отпечаток зависимости. Включится весь этот эмоциональный отпечаток зависимости. Под рукой. И кажется я продолжаю фигачить негатив. Макушкой зачем-то мне нужно быть в центре внимания. Пчела брови, чтобы мое желание исполнилось. Сейчас я это отпускаю. Под глазом отпускаю из каждой клетки своего существа. Под носом я выбираю относиться к себе лучше. Бродок освобождаюсь от зависимости. Учиться чтобы исполнялись какие-то мои желания. Под рукой освобождаюсь от необходимости фигачить негатив. Макушка чтобы исполнялись какие-то мои желания. Пчела брови освобождаюсь от необходимости быть в центре внимания. Пчела брови, чтобы исполнялись какие-то мои желания. Под глазом освобождаюсь. Под носом я выбираю осуществлять свои желания. В гармонии и коннекте. Учиться со всей вселенной. Под рукой. И поэтому я отношусь к себе намного лучше. Макушка стирая все эти отпечатки. Пчела брови, я освобождаюсь и отпускаю эти отпечатки. Привоза и вот он, этот ребенок. По глазам, который зависит от кого-то. Под носом от действий и реакции кого-то. Под городок. Вот он, этот ребенок, который фигачит негатив. Чисто вот он, этот ребенок, который пытается быть в центре внимания. Под рукой я принимаю его и исцеляю. Сейчас. Позволит ли этот ребенок простукивать по нему тебе? Если да, продолжай дальше идти по этому видео. Если нет, вернись к началу, простучи и снова дойди до этого момента. Можешь погрузиться в этого ребенка. Либо представь, как ты садишь его на руки, или как-то обнимаешь, или как-то идешь в контакт с ним. И сейчас простукивать будем как будто бы в твоем представлении по его точкам, по ребру ладони. Хотя этот ребенок фигачит негатив. Из-за своей зависимости от кого-то. Я принимаю себя и его глубоко и полностью. Хотя этот ребенок фигачит негатив. Из-за своей зависимости от кого-то. Я принимаю себя его глубоко и полностью Хотя этот ребенок фигачит негатив Из-за своей зависимости от кого-то Я глубоко и полностью люблю и принимаю себя и его Сейчас по макушке этого ребенка По всем точкам мы будем проходить как будто бы по его точкам В твоем представлении Либо когда ты погрузился в него Либо ты как-то по нему рядом с тобой Либо у тебя на коленях Либо еще как-то простукиваешь по нему По макушке Весь этот негатив этого ребенка Поначалу брови ребенка Весь этот его негатив Негатив из-за его зависимости от кого-то Под глазом весь этот его негатив Под носом весь этот его негатив Подбородок Весь этот его негатив По ключицам у него весь этот его негатив Под рукой весь этот его негатив из-за его зависимости По макушке у ребенка весь этот негатив По макушке у ребенка весь этот его негатив глаза больше любви этому ребенку под глазом больше исполнения желаний у него под глазом простукиваем под носом больше чудесных исполнений его потребностей подбородок больше чудесного исполнения его желаний учиться больше ему освобождение под рукой больше ему заботы и любви сейчас снова простукивай по ребру ладони у себя хотя еще чувствую какой-то негатив из-за зависимости от кого-то я принимаю себя глубоко и полностью хотя еще чувствую какой-то негатив из-за зависимости от кого-то я принимаю себя глубоко и полностью хотя еще чувствую негатив из-за зависимости кого-то я принимаю себя глубоко и полностью поначалу брови весь этот негатив из-за зависимости от кого-то потому что часть меня еще в этом состоянии под глазом состоянии не отношения к себе под носом хорошего и любящего подбородок а якобы зависимости че-то похоже во мне еще плачет этот ребенок под рукой и сейчас я убираю видеть макушка что в коннеке со вселенной что в брови я могу все твои глаза я могу все исцелить разом освобождаясь от этой идеи под носом что кто-то может мне помешать подбородок это просто зависимость лица которую притягивал этот ребенок под рукой этот ребенковый след в моей энергетике макушкой сейчас я освобождаюсь от этого следа сначала брови отпускаете негативные эмоции при глаза я отношусь к себе все лучше и лучше глазом и мои желания исполняются все легче и легче под носом и я позволяем чудесно исполняться подбородок новыми божественными путями я освобождаюсь под рукой и даю больше чудесной заботливой энергии макушка этому ребенку во мне пчелоброви больше чудесного освобождения под глаза больше мне любви и свободы под глазом больше мне чудесной заботы под носом больше мне легкого исполнения желаний подбородок больше мне освобождения чится больше мне чудесного освобождения под рукой больше безусловной поддержки этому ребенку по большому пальцу по указательному больше заботы и любви по среднему больше исцеления по безымянному больше легкости по мизинцу больше чудес по ребру ладони в теле уме и духе и снова положи руки на грудь сделай несколько глубоких вдохов-выдохов напиши в комментариях что у тебя получилось после прохождения этого раунда один раз или несколько раз в зависимости от того насколько интенсивно ты работаешь и увидимся завтра в мессенджере либо в мессенджере фейсбука либо в контакте тебе придет ссылка на следующее видео спасибо задавай любые вопросы тоже в комментариях возможно что твой вопрос он будет актуален не только для тебя но и для многих других поэтому конечно же задавай любой вопрос спасибо увидимся завтра спасибо за просмотр